Майн-майн, призыватели! Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как управлять волной миньонов. Начнем с основ. И первый элементарный навык — это пуш-лайна. Если вы хотите запушить линию, то вы, конечно, захотите применять навыки, наносящие урон. И лучший совет вам здесь — это использовать умения с массовым уроном так, чтобы задеть противника. Так вы сможете и линию толкнуть, и нанести урон. И если вы быстро убьете всех вражеских миньонов, то волна вражеских крипов будет уже на вашей стороне, и вам будет легче. Далее самое важное, что вам нужно знать — это фриз волны. Вся цель фризинга состоит в том, чтобы волна оставалась там, где она есть. С базовой точки зрения вам нужно убедиться, больше ли крипов у врага или нет. К сожалению, это не всегда так просто. Сначала вам нужно будет посчитать, сколько крипов у врага и сколько их у вас. И далее уже, в зависимости от того места, где вы хотите зафризить лайн, вам нужно будет пользоваться количеством крипов у врага. Чтобы было понятнее, мы разделим линию на четыре сегмента. Центральный сегмент, он же нулевой, а называется он так, потому что это нейтральная зона, где крипы не будут двигаться в ту или иную сторону. И если вы хотите зафризить волну именно здесь, то вам нужно убедиться, что у вас такое же количество крипов, как и у врага. Иначе волна двинется на вас. Если у вас четыре крипа, а у врага пять, то вам нужно быстро убить одного. Но если враг успел убить четырех ваших крипов, то вы также должны добить четырех вражеских миньонов. Далее мы переходим к сегменту под номером один. И это более-менее безопасное место. И оно отчасти защитит вас от гангов, и если вы хотите зафризить волну именно здесь, то вам нужно убедиться, что у врага на одного крипа больше. Далее сегмент под номером два. И это лучшее место, где вы можете безопасно фармить, и при этом противник будет в очень невыгодной ситуации и открыт для гангов. Чтобы зафризить волну именно здесь, вам нужно убедиться, что у врага на два крипа больше. Это основной сегмент, который вы должны выучить для успешного поднятия ранга. Далее последний сегмент, который позволит вам еще глубже держать волну. Однако это чрезвычайно сложно и требует большой практики и навыков. Это сегмент под номером три. Самое сложное это то, что некоторые миньоны попадают под выстрелы тавера и могут сильно изменить ваш план по фризу волны. И для удержания волны в этом сегменте вам нужно убедиться, что у врага на три крипа больше, чем у вас. Данная позиция обеспечит вас максимальной безопасностью и поставит врага в критически опасное положение. Он не сможет не начать дуэлиться, так еще и не сможет вовремя уйти от ганга. К этому всему вас будет очень сложно загонгать. А теперь мы поговорим о том, как агрессивно использовать фриз волны. Если вы наберете достаточное количество крипов и прижмете противника к его башне, вы можете попросить лесника или же мидера прийти и задавить противника под его вышкой. И при успешном убийстве противника вы получаете возможность спушить тавер, а враг теряет огромное количество золота и опыта, что заставит его от вас отстать. Ну а далее мы поговорим о медленном пуше. Это, кстати, тоже очень полезный навык. Он позволит вам отлучиться с линии и поставить агрессивный вард, ну или же, например, убить дракона или сделать ром на другую линию. Чем дальше к своей башне вы начинаете медленный пуш, тем больше волна будет в конце. Для этого вам понадобится постоянно харасить врага, чтобы он не убивал ваших крипов, а самим сосредоточиться на убийстве дальников. А также вам нужно будет убедиться в том, что ваших крипов больше, чем вражеских. Тем самым вы будете прижимать противника к башне. Этот навык тоже требует практики, ну а еще терпения. Однако со временем все у вас получится. Ну и перед тем, как мы закончим, у нас для вас есть несколько фишек и трюков, которые используют проигроки. Они требуют практики, однако они точно того стоят. Первое. Вам нужно научиться хорошо считать волны. Ведь каждую третью волну будет появляться тачанка, благодаря которой волна будет становиться более тонковой и с ней уже можно будет смело драться. Подсчет волн позволит вам планировать действия заранее и не терять лишнее золото. А на этом у нас сегодня все. Не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Ну а с вами была Ололос. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.